В эти часы в Москве к концу подходит работа Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей. Темой этого года стал переход страны на цифровое ТВ, его развитие и цифровая экономика России. Вчера именитые спикеры и участники обсуждали, что такое современное телевидение и новые требования к современному телевизионному контенту. Главы ведущих российских телеканалов подробно высказались по поводу революции контента в 2019 году. И, конечно, коснулись самой животрепещущей темы всех городских телерадиокомпаний «22-й кнопки». Наши коллеги тоже отправились в столицу, чтобы узнать главные тенденции в мире отечественного ТВ. С нами на связи генеральный директор муниципальной телерадиокомпании Краснодар Максим Жмутский. Максим Александрович, здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, с нами актуальной информацией о «22-й кнопке». Когда планируют вводить и какие будут правила для участия телекомпаний в конкурсе? Кристина, добрый вечер! Действительно, в эти дни в Москве проходит знаковое событие в телевизионной отрасли. В столицу съехались представители всех региональных телекомпаний, муниципальных телекомпаний на заседание Конгресса НАД. Конечно же, здесь и мы, телеканал «Краснодар». И главной темой, которая нас, безусловно, волнует, это переход на «22-ю кнопку» получения статуса обязательного, общедоступного муниципального телеканала. Планируется, что в феврале, в марте следующего года будет заседать федеральная конкурсная комиссия и будет рассматривать заявки муниципальных телеканалов на получение этого долгожданного статуса. Мы, безусловно, готовимся к заседанию этой комиссии. В техническом, в юридическом и в творческом плане мы готовы. Я очень надеюсь, что все наши документы будут рассмотрены положительно и долгожданная «22-я кнопка» придет в город Краснодар и наши зрители, как и мы, будем действительно этому рады. Спасибо, Максим Александрович. Теперь у нас есть хорошая мотивация делать еще больше качественного и интересного контента для наших телезрителей. Спасибо.